Фемида в огне. В Харькове накануне вечером загорелось здание апелляционного админсуда. В него ударила молния. Огонь быстро охватил крышу и распространился по деревянным перекрытиям вниз. Что удалось спасти, выясняла Светлана Шекера. Сотрудники апелляционного админсуда сегодня не в мантиях, а в спортивной одежде. С утра выносят из кабинетов уцелевшую оргтехнику и мебель. Техника, ксерокс-компьютер, вот столы сейчас в процессе. Бумаги некоторые пострадали, кое-что в сейфе более сохранилось. Судебный распорядитель Олег Воронин рассказывает, как разгоралось пламя. Когда первый раз сюда поднялся, еще все было в дыму, но приходилось посадить дела, поскольку дела здесь были. Дела сейфа забрал, пришел, стол стоял, пожарные здесь тушили, сейф сбоку стоял. Сейфа вообще потом не нашел, дела сейфа только успел забрать. Когда поднялся второй раз забирать дела, столов не было, пол уже был сгоревшим. Огонь вспыхнул накануне в пол восьмого вечера. Справа еще разглядалась, коллега была в заседании, помечники были еще на работе. Как они кажут, близко в кавдарила, после этого пошло задинами. Людей из помещения суда сразу же вывели. Никто не пострадал. И только когда огонь немного утих, спасатели позволили сотрудникам вынести самое ценное. Была эвакуирована серверно, то есть там, где собираются все архивы информации, все наши основные. Пока что фактов того, что какая-то справа сгорела, не установлено. Полыхающая крыша была видна за несколько километров. Огонь в старинной постройке 19 века тушили спасатели всех городских подразделений. Полторы сотни человек, 24 автоцистерны. И только к 7 утра пожар ликвидировали. Майже весь периметр по кривле был охоплен полом. Кроме того, по пустотам и деревянным внутренним конструкциям вогонь расповсюдживался как на третий поверх, так и в некоторых местах примещения на другому и первому поверху. Следствие рассматривает две возможные причины пожара. Удар молнии и короткое замыкание. Для погорельцев сейчас ищут другое помещение. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков.